Всем привет, друзья! С вами Брайан. Начинаем новую кампанию Vatili Total War за королевство адданов в эпохе Карла Великого на легендарном уровне сложности. В кампании будет небольшой челлендж, который мы должны будем соблюдать. В общем, в чем он заключается. Мы обязаны объявлять войну всем христианским фракциям, которые встретим на текущем ходу. Сейчас мы начнем кампанию. У нас там будет несколько фракций открыто. И по мере прохождения кампании у нас будут открываться все новые и новые фракции. И если в этом числе будут именно христианские фракции, мы им сразу же объявляем войну и не имеем права заключать мирных договоров. Итак, особенность фракции викинги-налетчики. Невосприимчивость к морской болезни. Защита от небоевых потерь в открытом море. Доход плюс 75% от разорения налетов и грабежей. И после хода, проведенного в море, дальность перемещения грузовых судов возрастает на 200%. Что очень хорошо, да, когда мы будем плавать в Британию на грабежи, на захваты. Это нам очень поможет. Ну что ж, всем приятного просмотра. Поехали. Итак, эпоха Карла Великого. Новое задание. Добавленные цели. Сейчас тоже посмотрим, что у нас за цели в первой главе. Так, ну это достичь уровня империи 3. Получить власть над двумя поселениями, включая следующее Бамбург. Дальше держать не менее 40 отрядов. Возвести по одному или более построю каждого из следующих типов. Священная роща. Добить 80% распространения следующее религии во всех провинциях и язычества. И доход довести до 5000 в ход. И исследовать указанную технологию. Царский двор. И давайте сразу тогда мы посмотрим, что мы сюда уже зашли. Что у нас под технология. Ну давай, да, сразу общественный порядок возьмем. Это однозначно. Потом уже можно будет и пополнение вкачать. Так, что у нас с семьей. Зигфрид возглавляет нашу фракцию. Опыт плюс 2 для новых отрядов стрелков. Ну такой мог конечно и получше быть. Плюс у него ведь еще и авторитет. Всего двоечка. Это все из-за жены, блин, да. Что еще у нас тут есть? Налоговая ставка, да. Можно сразу губернатором сделать. И Рагнар командует нашим флотом. Воем, да. Также у нас оба есть купец. Ну это кандидаты, да, так скажем. И еще один, кстати, у нас есть администратор. Ну, в принципе, все неплохо. Но могло быть и лучше. Авторитет минус 11. Шанс появления незаконорожден. Блин, вот плохо, конечно. Будут бастарды появляться. Это фигово. Сварливая. И в высших сетях, да. Доступ к навыку. Так, флот у нас. Дракары, да. И лучники. И лучники есть. Так, тут у нас еще воин. Воин. Шанс на критический успех. Неплохо. Неплохо. Давай, залезай в город сразу. Да, давай сразу, кстати, по должностям распределим уже, чтобы... Меньше. Потом заниматься. Так, мы тебя можем сразу, получается. Майор нам, типа, назначить. Плюс два все провинции. Сплоченность плюс два все войска. Жалко, Рагнаркс нельзя поставить, да, на эту должность. Угу. Давай, отправляем тебя сюда тогда. И мне еще надо будет тебя отправить. Тогда ты у нас достаточно неплохой губернатор. В Ютландию тебя сразу отправим еще. Так, здесь у нас все сохранилось, да. Так, и вроде бы все, да. Больше мы ничего тут на данный момент делать не будем. Единственное, что мы сюда выберем еще какой-нибудь указ. Рост и стоимость строительства минус 10%. Я думаю, нам подойдет. Соответственно, строительство тогда начнем на следующий ход. Так. Да, давай отряды наймем. Возьмем еще парочку копеечек. Так, три отряда за ход. Подожди, она тут у нас... Призыв к оружию. На идее ты должен увеличить нам количество отрядов, которых мы можем нанять за ход. Да, по четыре. То, что нам надо. Так. Ну, давай пока так оставим. Флот я пока тоже верну в город. Ну, мне просто сейчас на данный момент надо тут порядок поднять, прежде чем мы уплывем. Хода 2-3 мы потратим, чтобы... Наняться. Переще чем отправимся, да? Так. Давай с тобой договариваться. А что у нас там? Восемьдесят семь монет. Ну, ладно. Хорошо, день он нам не даст в любом случае. Что я могу еще предложить? Право прохода? Мне оно нужно? Наверное, не нужно. Так, у нас открыто на старте сразу Королевство Карла Великого. Королевство Карла Великого. У него есть там и враги. Получается, да? Только они у нас открыты, да? То есть мы обязаны им объявить войну. Хорошо. Так, с тобой я могу договор подписать? Могу. Ну, но единственное, видите, в чем минус, он находится в военном союзе с Карлом Великим. То есть мне пойти, тогда надо будет вступить в войну против Карла Великого через Висфалию, да? Взять. Да. Да, тогда мы... Да, так и сделаем. Так и сделаем. Давай тогда сразу договор, потому что потом, когда я ему объявлю войну, уже может это не получиться. Так, тоже чушь, все такие, блин. О, 300 монет. Спасибо. Может, кстати, глядишь, еще денег подкинуть за это мне. Права прохода мне не нужно. 500 монет. Не хочет, да? Давай 300. Давай 300. Может, 400 попробовать. Сейчас на старте мне, в принципе, каждая монетка нужна будет. О, отлично, все. Больше у нас никто не открылся на данный момент. Все. Договор о ненападении есть. А, у меня с тобой даже военный союз. Ага. Не, ну, тем не менее, в принципе, смотрю, у меня отношения с ними улучшаются, да? Несмотря на то, что я вступил в войну с их союзником. Все окей. Так. Тут у нас загрязнение, да? Пока не строим тогда. Ну, вроде бы все на этот ход. Гудфорду 7 лет. Сколько, кстати, Рагнару? 48, тебе 25. Хорошо. Все. Ход завершаем. Получили задание разорить не менее 25 поселений за 400 ходов, да? Получим бонус. Рассвет королевства. И статус королевства викингов получим. Так, и у нас тут сразу политическое действие. Так. Минус один порядок в регионе. Давай дальше сразу найм. Возьмем еще мы топорников. С щитами возьмем. Можно еще войну с большими топорами. Но единственное, они у меня никогда не особо заходили. Они, если авторасчеты, иногда играть. У них частенько идут очень-очень большие потери. Минус, конечно, их. Так, и мы можем сейчас еще взять, тогда на этот ход построиться. Хилибю. Давай Орхус. Он вроде как в безопасном местоположении находится. И у меня еще, кстати, видите, по еде проблема. То есть я пока не могу построить, чтобы их никакие улучшать, которые требуют еду. Ну и тут плюс, скорее всего, плодородие, да? Вообще никчемное. Окей. Все. Еще тогда ход пропускаем. Так, кстати, фракции у нас новых не появилось. Вот единственное, что минус. Вот эти вот ребята могут из фалия, да? За счет того, что у нас не военный союз. То есть мы видим как бы или не видим. Нет, не видим моих соседей. Ну, отлично. Это хорошо, что не видим. Просто чем еще иногда плохие союзники? Тем, что они открывают обзор на соседние регионы. Соответственно, мы открываем фракции. А нам на данный момент это не особо прям и надо. Так, к вас пошли дурные слухи. Народ шепчется, что вы привыкли к роскоши и боитесь заводить новых врагов. Войны тоже недовольны. Они уже давно не ходили в набеги. Но хуже всего, что соперники сочли ваше бездействие признаком слабости. Раз при вот-вот начнутся, придворные открыто сомневаются в вашей способности править. А некоторые полководцы уже видят себя на вашем троне. Не испытывайте судьбу, докажите своим поданным, что вы достойны власти. Чтобы решить проблему, раз и навсегда хватит одного грандиозного налета. Отправляйтесь за Северное море, разорите английские города и селения. Позвольте своим воинам утолить жажду крови и добычи. Тогда все убедятся, что вы настоящий король викингов. Способны привести свой народ к богатству и славе. Неутомимые воины. Это мы штраф, да, получили? Скоро поступит задание. Штраф мы уже получили, а задание нам еще пока не выдали. Хорошо. Что мы еще возьмем? Еще четыре отряда. Еще четыре отряда топорников. Давай тогда, наверное, мы возьмем еще с вами топорников вот этих. И лучников. Саксов, конечно, там конница может быть хорошая. Что у нас по деньгам? Там четыре... Блин, подожди, а у нас там что по деньгам останется? А, ну они в принципе дешевые. Вообще очень дешевые. Эти в сумме 90 монет, а эти... 180. Все, нормально. Хорошо, денег хватит. Но прямо тютелька в тютельку останемся без дохода постоянного. Так, а здесь у меня еще, смотри, проблема какая. Снижается дисциплина. В предыдущем положении мятеж начнется через 43 хода. О, как. Ладно, хорошо. Хорошо. А вот и задание поступило, да? Разорить пять поселений в Англии, провинции Уэссекса, Мерсия, Нортумбрия. Все, в принципе, готовы. У меня там еще, правда, видите, один слот остался. Но сейчас уже, чтобы ход не тратить, как говорится, мы отправляемся. Там, если что, может быть, в Англии возьмем отряд конницы. Так, поплывем тоже. Нам надо поплыть, знаете, как, чтобы... Чтобы, чтобы не открыть случайно никакие фракции лишние. То есть, поплыть подальше от берега. Постараться так. Так, вы вход проведете в море и получите типа бонус, да, к перемещению в 200%. Подожди, но... Не выходит ли так, чтобы плавать в военном флоте повыгоднее будет? Ну, давай рядышком. Сейчас посмотрим просто, как это будет мы... На следующий ход я поставлю их в стэк. Посмотрим перемещение, как лучше будет продвигаться у нас. Так, ну и до восстания, смотри, у нас совсем тут прям порядок в минус пошел, да? И в минус не уйдешь. Вот штрафы. Это штрафы. Еще и иммигранты какие-то к нам прутся. Тоже забираем. Пригодится там для разведки, чтобы на армию не попадать. Крупные. Тебе будут тоже, конечно, поднять влияние и назначить тебя на сплоченность, да? Скорее всего, даже вот сюда вот, у Дукса. Подожди, а сколько надо? Слушай, может быть, на следующий ход получится это сделать, да? Посмотрим, если получится, будет классно. Не, не капает у него, к сожалению, на данный момент. Влияние надо бой выиграть. Так, ну и смотрим перемещение. Ага. Ну, я понял. Вот. Вот так вот. Ну, то есть, в принципе... Одно и то же, да, получается, по перемещению. Ну, и у нас плюс еще действует, да, защита от небоевых потерь. Мне надо, получается, вот сюда, вот тут высадиться и... Блин, я так не хочу плыть. У меня вот так, да, вот так вот лучше всего будет высадиться и разграбить. М-м-м, блин, прям классно. Еще и чахотку получили. М-м, блин, прям классно. Ха-ха. Ха-ха. Мой изучил. Агентик, конечно, отстает, да? повышение налоговая ставка авторитетовый авторитетка чего нам даст еще общественный порядок в регион ну в принципе гарнизончик ничего такой более-менее срок службы а то есть 200 ходов классно то есть назначил и не паришься да по сути вот этот фракция на данный момент наш союзник это прям вот буфер между нашими врагами да получается так просто посмотреть может быть там кто так не хочет а жалко мало чтобы они то между собой не начали воевать мы подплываем берегам англии сейчас фракции нара откроются на на вижу там уже кто у нас мерсия объявляем войну у них кстати кент протекторат до данники воюют они с гвиндом воюют с поясом объявите войну сарик сайт не присоединились отказались присоединяться то есть у них теперь еще и на врага и на врага да нет войну не объявил он того что он отказался выплачивать ему дань мерсия войну не объявила странно как она такое допустила вообще так восстание у нас через три хода еще новую фракцию открыли крытый рынок отстроили поля отстроили у нас 13 единиц еды можно будет потом сюда черта коинов поставить он порядок добавит нам на но пока это ничто по сравнению с нашими штрафами да давай сразу войну тоже объявим бедные ваши союзники они там на ра херевают от того что мы вытворяем слушай мы хорошо высадились между прочим я вам скажу очень хорошо высадились так у меня мятеж через четыре хода начнется это как бы плохо мятеж через три хода и и и и и ну тут да тут можно в принципе это расчет ну да что я говорил что они будут коцесса очень сильно нам надо пять поселений получается разорить взять на 5 поселений 5 поселений 5 поселений взять и разорить мари сразу еще одно надо же разные разорять да ну да конечно еще 1700 неплохо так что мы вкачаем боевой дух доход от налетов боевой дух плюс 10 при ассале доход от налетов пополнение 2 процента давай нара пополнение возьмем так а тебе мы возьмем хитрость ну это как бы нам снизить содержание армии авторитет сплоченность плюс 5 на чужой земле да давай возьмем сплоченность атака в ближнем будет для конец а здесь конец у нас нету тренировка со счетом ну тоже как бы такое себе ладно пускай на кого останется кстати можно отряд конец а взять за 173 монеты в ход содержания так а вот этот авторитет я скорее всего выдам вот этому красавцу он добавит мне еще получается плюс 2 ниц и порядка и сюда я могу отстроить чертог воинов и тогда и еще можно в принципе поставить поля четыре хода все но тут мы должны будем пойти если повезет и там никого не будет разграбить лондон и дальше тогда сюда двигаемся честно не помню место расположения тут городов были он в англии ну как бы то что тут открылась как бы видно да они в принципе они все подсвечиваются нормально тогда да все нормально не подсвечиваются все так логистика у нас есть что дальше давай вот накопление усталости на 20 процентов снизим тут стал неудачно да не отойти и дальше не пройти тогда еще раз разграбить их еще раз разорим их еще опыт получим что вкачаем старик доспехи плюс 10 для отряда полководцы подчиненные войска здесь у нас атака в ближний вы плюс 3 для отряда полководцы подчиненные войска тоже дальность перемещения на карте компании вкачаем блин топор не кидал совсем прям не актив засаду не стать а ну мы еще рядышком стоим потому что нет вообще не встать ладно но этих мы сольем чувствую так это мы разграбили мерсию это мы разорая разграбили нортумбрию а там да еще раз почитаем условия вы секс мерсия нортумбрия секс в секс то есть в лондон по идее данном нужен там вроде вон да не никого нету у вас фракция открылась то есть мы сейчас надо здесь это забираем тоже выплываем подальше чтоб нас не догнали в случае чего для стрелков метателя не за для этих стрелков будут а работать не будет час ноут честно не знаю авторитет не хочу сюда ставить на все остальное не шибко то и надо так наверное надо прокачать сплоченность нашему флоту и тут у нас 36 ходов битва выиграна 5 но это разные до драккара да просто порники как бы и численность одинаково не драккар это разные это разные так и совсем забыл про своего героя извиняюсь было высадить там разведать хоть посмотрите где враг собирает армия против нас собирает ли вообще их 4 700 4 700 взять что ли тебя поставить сколько генерал стоит в содержание у нас 96 на 6 монет сейчас мы тоже предметов выдадим хитрость сразу обаятельный потому что может быть придется армию под собрать наверно пока не буду тоже строится может мне здесь придется поднаняться не исключаю так а куда двинемся дальше мы получается 44 города до разграбили мне нужен еще пятый это вроде бы если не ошибаюсь столица уже идет ну здесь армия да кстати войну объявите точно объявите войну так у нас остается получается город столичный дам честер ну давай пойдем тогда в сторону так даже внутри 6 ходов потерпите слушай а мне все равно до пройти не дает все равно не пройти суваться где-то в обход а ну вот а вот кстати армия мерсии да уже стоит тут на этих двух дешевых возьмем их потом распущу суши победу нам дань не добавляет в копчине как будто даже уменьшилось шанс на победу так и что у тебя тут ну генерал ездить до из генерал флот побитый покоцанной лучники давать до развернем бой но здесь да будем высаживаться это у нас наемники да я думаю что он сразу скорее всего высадится выжидать вряд ли будет ну точнее на нас скорее всего не поплывет я думаю ну а нет поплывет может савариться на наши корабли нарезать он разворачивайся сзади корабли ты смотрит что творит кстати он походу загорелся да уже ну все готов но его в принципе достреливать я не вижу смысла брать топить тем более что видите тут боезапас не пополняется у нас но есть но и 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 Продолжение следует... Не стал стоять, да? Под залпами. Ничего не смущает плавать-то кривым с берегом прям. Слушай, ну подожди, вроде как идет к берегу, может лучников и не будем сейчас высаживать даже. Или ты все равно, типа, уже похер, да? Не остановить два раза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И никого не убили, да? Продолжение следует... Так, отлично побежали. А почти свистящего нету, да? Нет, есть свистящий. Все. Я хочу со спины просто забежать к генералу, ждать ему. Их полководец пал, они обречены! Понимаю, должен за тобой бегать еще за последним отрядом, да? Ну, вроде башен нет поблизости. Ну, вроде башен нет поблизости. Ну, это, вроде последний, да, отряд? Да. Так, невольные бегут с поля боя. Какой позор! Да. И еще разорили. Дальность перемещения вкачаем, наверное, полностью сейчас. Здесь сплоченность. Битва выиграна опять. Ничего не дают. Вот. Совсем ничего. Вот. Изменяет заход. Вот. 11. 15. Там по 4 просто все дают. Ну, вот. Изменяет заход 39. Давай еще. Мне надо в районе 90 где-то поднять сплоченность. 71, да? 91. Ну, да, и сейчас 14, все отлично. Так, вот этих ребят я распускаю. Более они мне не нужны. За них переплачивать не хочу, не вижу смысла. Уплываем отсюда. Все, задание мы выполнили. Вообще, включаемся на марш и поплыли. Мне сейчас нужна помощь. Будет, скорее всего, вот там вот. На, ну, подожди, все нормально будет. Зачем ты мне так говоришь? Мы выполнили разорить, разорение 25 поселений типа уже. Прикольно. То есть, типа можно так делать было? А я честно даже не знал, я не для этого это делал. Я просто хотел поднять сплоченность. А мы, получается, за 9 ходов выполнили основное условие. Вот это вот. Ха-ха-ха. 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 Ну, а на самом деле, блин, заданов даже не играл в компании Карла Великого. Прикольно что сказать. Так, здесь у меня восстание на следующий ход будет. этого и убивать не буду не надо мне надо идти мамбургу наше задание добраться туда перемещение хорошее такое но он не переусердствовать и на армию там не напороться то есть ну вот на раз здесь я тормозну скорее всего давай отряд конец и возьмем пригодится думаю с этими не знаю что делать зря конечно брал что-то пожалел на данный момент чтобы денег не ели в один отряд скинем их так и мы становимся тогда в режим засады еще подплываем так а если примеру ход подождать но в надежде на то что у меня здесь смотри получается ряд в гарнизон появится дополнительная до плюс порядок еще плюс 4 может быть получится восстание сбежать потом и но это в идеале если еще конечно тут прокнет у нас то что закончится болезнь наконец такин давай один ход в минус 500 с ними отношениях поселения грабли у меня с ними по отношению улучшается класс шикарно не спасет ситуация нас нас послабы ситуация только если бы закончилась болезнь но она не закончилась но она не закончилась герой рядом давай так ну смотри что там у них армия небольшая герой а герой 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 У нас есть права! Умирно! Убирайте блокаду! Убирайте! Убирайте блокаду! Убирайте противника! Мы возьмем этот сеттлмент! Для попытки! Все! Ну тут надо бы разыгрывать на самом деле Мне кажется Лучше если мы развернем Эти корабля не все в море будут То есть есть шанс вот это все Схватить своими кораблями Сразу потопить И потом просто постепенно, аккуратненько Захватить город и взять В общем вот так вот Ну что ж, друзья На этом наше первое видео Посвященное королевству даннов Подошло к концу Мы кстати стали, да? Королевством даннов уже стали? Или нет еще? Просто мы как-то так Случайно Неозначай выполнили задание Что? Ха! Королевство викингов Правильно? Или мы и были королевством викингов? Че ты как-то не посорил? Королевство даннов было Теперь мы королевство викингов стали Ну в общем не суть В любом случае Наша компания будет продолжаться Всем спасибо Если вам понравилось видео Не забудьте его поддержать лайком Подписывайтесь на канал Включите колокольчики Оставляйте комментарии Напишите Ждете ли продолжения этой компании И увидимся на новом видео, друзья Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok